Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. Прямо сейчас в новостях нашего региона и города. Муниципальное образование Московской области самой чистой питьевой водой назвал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Так, лучшие показатели по обеспеченности доброкачественной питьевой водой в Дубне, Королеве и Реутове. По словам министра, худшие показатели в Орехово-Зуеве, Павлопосадском, Егоревском, Луховицком районах. Всего в красной зоне по обеспеченности доброкачественной питьевой водой 11 муниципальных образований Подмосковья. По всем проблемам районам сформированы дорожные карты. Как сообщалось ранее, за счет открытия новых водозаборных узлов в конце 2015 года, чистой питьевой водой будут обеспечены 87% муниципалитетов Подмосковья. При строительстве восточной системы водоснабжения планируют использовать преимущественно отечественные материалы. Импортозамещение стало стимулом для подмосковных производителей. Места на полках, которые до санкции занимали импортные товары, стали площадкой сбыта для областных фермеров. Доля российских продуктов питания в розничной торговле на территории Подмосковья в рамках программы импортозамещения достигла 95%. После введения продэмбарга власти Подмосковья включили в число поставщиков розничных сетей регионы подмосковных и крымских производителей. Также на территорию области пригласили представителей зарубежных стран из числа тех, кто не вошел в санкционные списки. По ряду позиций доля подмосковного производителя уже достигла 50%. За первое полугодие 2015 года прирост новых торговых площадей на территории области составил порядка 220 тысяч квадратных метров. Всероссийский праздник День физкультурника отметили в Электрогорске. Для жителей был подготовлен ряд спортивно-развлекательных мероприятий. В рамках Дня физкультурника впервые прошел велопробег. Участие в нем приняло более 150 горожан. 8 августа жители Электрогорска приняли участие в велопробеге. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского Дня физкультурника. Участие в нем приняло более 150 горожан. Так Роман Макаров, коренной житель Электрогорска, решил провести выходной с пользой для здоровья. Он взял свой велосипед, который не купил в магазине, а собрал своими руками и выехал на велопробег. Была найдена рама велосипеда, вот этого, буквально на улице. После чего нас она заинтересовала, мы начали ее собирать. Что-то у нас было в гараже. Некоторые детали пришлось покупать, новые. Все это ставили, смазывали, доводили до ума. В итоге получился вот такой аппарат. Все подтянули, затянули и поехали на пробег. Роман с другими участниками успешно проехал дистанцию. На финише его ждала медаль. Молодой человек остался доволен велопробегом и планирует в последующем принимать участие в подобных мероприятиях. Если будет хорошо, если в этом году оно будет, если нет, то в следующем буду подготовлю велосипед заодно до конца. Кое-какие есть нюансы. Поэтому буду ждать, конечно, с нетерпением. Может быть, что-то придумают новенькое, организаторы будем на это рассчитывать еще. Также в рамках Дня физкультурника прошел ряд спортивно-развлекательных мероприятий. Само празднование началось у ФОКа. Жителей поздравил глава города и сотрудники администрации. Спорт – это прежде всего мир, это добро, это характер, это целеустремленность, это здоровье. И то, что сегодня с нами, со взрослыми, наши дети, родные и близкие, коллеги рядом – это здорово. Сегодня уделяется огромное внимание со стороны руководства области, президента Российской Федерации, спортсменам, спортивному движению, всему доброму, которое, наверное, когда-то забылось. Продолжился праздник на городском стадионе имени Голосона. Там прошла финальная игра турнира по дворовому футболу, по волейболу, шахматам, соревнования по дарцу среди лиц с ограниченными возможностями, семейный конкурс «Мама, папа, я», спортивная семья и многое другое. Всем участникам, спортсменам, тренерам вручили грамоты и благодарственные письма от главы и депутатов города. Более 10 детских площадок в конце лета установят в Электрогорске. Подробнее об этом прямо сейчас. В мае-июне 2015 года были произведены первые работы на детских площадках – демонтаж, ремонт и покраска. 45 новых детских площадок на сегодняшний день установлено в Электрогорске. Тем не менее, существуют и проблемные дворы, где поиграть вовсе негде. Дети довольствуются старыми конструкциями. Мы вообще живем в шестом доме, около шестого дома вообще никакой площадки нет. Уже ребенок вырос, и никакой площадки нет. Была песочница единственная, и все. Ну, что тут площадка? Тут почти нет ничего на этой площадке. Одни качели, можно сказать. Тут уже неинтересно все. Я хочу качели, потому что здесь только радуги и лазилки. И качели другие, там, перевешилки. Учитывая пожелания и предложения жителей, управляющие компанией «Ленком» совместно с администрацией в этом году произведут установку детских площадок. Приобретаются в этом году, так же, как и по прошлому году, это, значит, где-то половина денежных средств будет в небюджетные средства, и половина денежных средств это будет выделено бюджетом администрации города. Наша установка. И мы тоже принимаем участие в приобретении этих детских площадок. Порядка 10 новых детских городков и площадок появится во дворах на улицах Чкалово, Крыжиновского, Советское, Горького и Ухтомского. Также большие детские игровые комплексы будут установлены в парке за Домом культуры и в новой зоне отдыха, строящейся у молодежного центра. Проблемные дворы, ну, проблемные дворы остаются, но глава у нас поставил задачу, что каждый двор должен оснащен быть детской площадкой, и мы к этому как бы стремимся. Большинство дворов в Электрогорске оснащены детскими площадками. В некоторых из них расположены большие игровые комплексы, которые охватывают жилые кварталы. Я очень довольна этой площадкой, детей очень много, вот сейчас пока нет никого, вечером очень много собирается и побольше, вот которая моя 8 лет, и маленькие совсем из садика приходят. И очень довольна, площадка хорошая. Детские площадки устанавливают ежегодно, как за счет бюджета Московской области, так и за счет администрации города. На сегодняшний день в Электрогорске новыми детскими конструкциями оборудовано более 50% дворов. С вами была Анна Шевальна, всего доброго, до свидания.